Мы. Все разные. Разный стиль жизни. Разные предпочтения. И разные цели. Но способ достижения цели один. Финам. Национальный лидер инвестиционных услуг. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала и опытом инвестирования. С Финам вам доступны все инструменты. Для того, чтобы ваши цели стали реальностью. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Изучите физику явления, прежде чем подавать на разводку каких-то лохов в фонде Бортника. Окей, 200 тысяч рублей вы зарабатываете, правильно? Учитывая сделку, которая произошла на прошлой неделе, Яндекс получил в свои цепкие руки проект Uber Eats. Вырастайте раз в 50 и мы с вами поговорим. У меня просьба. Просто просьба. Пожалуйста. Спасибо. Смотрите, если вы будете дослушивать вопросы, которые я задаю, вы сможете на них отвечать правильно, а не то, что вам кажется верным. В бизнесе всегда выигрывает второй. Они сейчас делают грязную работу. У них есть архив такой, от которого вам, боюсь, будет очень дурно. Я обычно ставлю либо на черный, либо на красный. Но я обычно ставлю только черный, черный, черный. Выпадет-то зеро. Вы же понимаете, да? Так что вы пролетите оба. Ну что, молодой человек, вы готовы представлять свой уникальный, фантастический, сногсшибательный, умопомрачительный? Стоктап. Да, я готов. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Тогда начинайте. Меня зовут Дмитрий Чевликли. Мой проект называется SMMOD. 2D2. Значит, мой проект SMMOD – это оффлайн-дополнение социальных сетей и других интернет-ресурсов. Проект SMMOD – это носимый модуль и мобильное приложение, позволяющее оффлайн-заведениям и магазинам легко переводить своих оффлайн-клиентов онлайн. Проблема. Для владельцев заведений и магазинов при привлечении каждого нового клиента обойдется дороже, чем удержание уже существующего. Наш продукт позволяет увеличить LTV. Решение. Мы предлагаем решение в виде мобильного приложения и модуля на технологии NFC, который позволяет вступить в группу ВКонтакте одним прикосновением смартфона к моду. Тем самым экономит время и нервы. Также вызывает интерес за счет дизайна и геймификации. Наши конкуренты – это в основном компании США, Азии и Европы. В России подобных проектов нет. Потребители рынка. Оффлайн-кафе, рестораны, ночные клубы, фастфуды, антикафе, кальяны, находящиеся территориально в Москве, имеющие от 50 посетителей в день, продвигающиеся через группы социальных сетей ВКонтакте и поизвестным инстаграммам. Бизнес-модель. Оплата за беды и сипетки. Собственно, наша команда, у нас менеджер, человек, отвечающий за производство и техническую часть. И человек, отвечающий за техническую часть. Значит, у нас, кроме этого, мы занимаемся разработками в области интернета вещей, промышленного интернета вещей, одеваемых технологий, IT, электронной коммерции. Вот, собственно, проект Электромикро, SmartVir, это умная одежда, это браслет, который позволяет, ну, добавлятся к друзьям одним, ну, пожатием. Дим, ну, видимо, вы специально сегодня были у нас, как бы, крайним, да, человеком, потому что тут Дмитрий, 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 Виталий и Иван, собственно говоря. 3DDDD. Дим Потапенко, что скажешь, Дим? Сейчас, одну секунду. Ну, да, я слышу, а, собственно говоря, ну, во-первых, хотелось бы понять, а почему, например, такую оффлайновую часть в онлайн, которая есть и присутствует, например, как компания Мега, которая таким образом развлекает своих посетителей, вы не воспринимаете как реализованный проект, это первый вопрос. Ну, и второй вопрос, собственно говоря, а почему вы решили, что оффлайновый клиент, он онлайновый клиент? Ну, то есть, есть ли между этими клиентами сообщения? Потому что, ну, те люди, о которых вы говорите, ну, вот, например, вы говорите о неком кафе, ну, возьмем, например, кофейни. Если она там со средним чеком, ну, например, у нас есть же кофейни, которые с фиксированной ценой за кофе в 50 рублей. Как мы пересечем этих клиентов? Вот, просто хотелось бы понять, вам не кажется, что есть клиента надо класть на слайсер, и тот клиент, который в оффлайне, он далеко не обязательно в онлайне, и наоборот, клиент онлайна не обязательно в оффлайне. Где проверка этой гипотезы? Ну, дело в том, что мы сейчас как раз-таки проходим акселерацию в этой высшей школе экономики, вот, и тихонечку как-то гипотезы тестируем. Ну, в принципе, вот есть такое предположение, что, ну, вообще, как мы наблюдаем, что на самом деле, 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 на самом деле. Дим, микрофон. Это значит, нужно достать смартфон, найти, точнее, вбить этот адрес в поиски вот этой группы, и только после этого вступить. Вот, а здесь просто прикладываешь смартфон и как бы вбиваешь группу. Я боюсь вас огорчить, значит, если вы приедете в московскую Мегу, то, наверное, уже последний дебил не умеет генерировать QR-коды. Даже я уж человек, который относится скептически, скажем так, ко всем этим приблудам, скептически не с точки зрения их существования, а с точки зрения конверсии. Я человек крайне практический, то есть я готов QR-коды, сайтики, игрушечки, лепить, что называется, где угодно и даже к себе на задницу, если это будет приносить деньги. Но вот игрушечки я вижу, я вижу, как мальчики и девочки, носящиеся по той же Меге, играются по сканированию QR-кода. Но где конверсия в деньги? Вот если бы я был владельцем открытого заведения, той же кофейни, где хотя бы более-менее там не трэшовый чек, а такой приличный чек, то я бы задал вопрос. Вот это деньги вам я отдал, а где возврат денег в виде тени, извините, прироста в конкретном чеке? Вот и все. Ну, мы как раз думали о том, чтобы, ну, каким образом, то есть стимулировать людей, чтобы они делали какие-то действия вот через эти модули. То есть, в принципе, кроме того, что вступать в группу, еще можно делать репост через вот этот модуль. И то есть, получается, когда что-то... Но, если я владелец заведения маленькой кофейни, условно говоря, 100-метровой, меня интересует не селфи на фоне моего кофе и всего остального, а я вам отдал реальные бумажки с Петром Великим на, соответственно, фронтоне, пятитысячные. Я хочу эти бумажки вернуть себе взад. Вот мне уже интересует, собственно говоря, как это говорят в интернетах, конверсия из виртуального пространства, отданного вам в виде реальных денег, в реальные деньги, обратно, чтобы вот ровно столько же, а вернее больше, потому что это из чистой прибыли, и же я вам отдал, а не из оборотов. Вот я вам пять тысяч отдал, и я должен получить, соответственно, хотя бы семь тысяч не оборота, а чистой прибыли. А это означает, что если хотя бы чистая прибыль 10%, это означает, что оборот вы должны мне принести порядка семидесяти тысяч. Так вот, где проверка этой хотя бы гипотезы? Вот и все. Ну, дело в том, что клиент, который, офлайн-клиент, который вступит в группу, да, то есть за все свое, так скажем, за все свое существование, да, как клиент, он, ну, как бы принесет немало денег, скажем, этому кафе. Это же, ну, я говорю об ОБЛ-ТВ. А помните песню, я каждый раз хочу всем ее, организаторам собственного дела, чтобы ее прям включали фоном, песню Слепакова, а что, бля, если нет? Вот просто извините за мой французский, потому что каждый раз я как... Вот деньги вам на эту приблуду нужны прямо здесь и сейчас, а потом вы мне продаете некое... Деньги в неком будущем. Давайте будем честны, в какие бы группы мы с вами не вступали, не подписывались, есть очень бы быстрое затухание, эффекта понравилось, и потом человек может из этой группы выйти, а деньги-то вы получили здесь и сейчас, поэтому где проверка этой примитивной гипотезы? Не, ну, здесь просто как бы мы уже не несем ответственность, вот наша задача как бы стимулировать людей, чтобы они вступали в группу, то есть мы берем за то, что человек вступил. Ох уж вы красавцы! Ну вот типа бабло мы стрясли с владельца малого бизнеса, а потом типа вот мы что-то там нарисовали, может вы просто таким образом просто увеличиваете себе клиентскую базу, а не тому владельцу этой гребаной кофейни, которую мы только что... Ну вы тогда давайте, если вы хотите свою гипотезу проверить, а не хотите поработать от чистой прибыли, вот вы считаете, что вы им в это верите. Придите в маленькую кофейню и скажите, братан, мы тебе вот это все на халяву, я подчеркну слово, делаем, и если прирост, соответственно, этого виртуального игрунчика в реальный кэш тебе в виде чистой прибыли приходит, то мы с тобой ее пилим, условно говоря, там 50 на 50. Тогда это, по крайней мере, честная система продвижения. Но это так, мое предположение. Ну там у нас коллеги есть, они более интеллектуальны, в отличие от меня, грубого и неженственного, который любит считать баблом. Ну понятно, спасибо, это хороший совет, большое спасибо. Смотри, у меня два вопроса. Первый вопрос, я правильно понимаю, что сценарий такой, я пришел в кафе, в кафе на стенке или на столе у кассы лежит эта штука, я приложил телефон, вошел в группу и теперь мне за этого человека платит кафе. Ну где висит-то вот этот вот девайс, к которому я прикладываю телефон, чтобы вступить в группу? Ну допустим, где-нибудь на барной стойке, ну там поближе к кассе. Смотри, это и так мой клиент, ну то есть этот человек и так ко мне пришел. Теперь возникает вопрос, почему я тебе должен заплатить за то, что этот человек ко мне придет еще. Он же и так ходил ко мне, каждую пятницу он, продолжая песню Слепакова, каждую пятницу он в говно, в моем баре. Теперь, как бы пришел, ты принес эту штуку. До того, как он в говно, он туда, значит, вступил в группу и теперь я еще тебе плачу за то, что лежащий под прилавком мой же клиент вступил в группу через свое устройство. В чем смысл для меня? Ну так он может не прийти потом в будущем. Просто таким образом он вступает в группу и вы как бы просто его цепляете и все. А как я его заставляю-то прийти? Ну в смысле, есть какой-то механизм или мне потом на саму придумать, как его из группы сконвертировать обратно в покупателя? Ну, просто выстраивать коммуникацию там в группе, то есть с клиентами, какие-то офферы им предлагать выгодные. Окей, механизм понятный, непонятно зачем платить. Второй вопрос. Ты берешь единоразово платеж или абонентку ежемесячно? За каждое действие. Вот, допустим, человек вступил в группу через мой модуль, я беру какие-то деньги. А сколько стоит каждый транзакция? Ну, рублей 5. Окей. А за что еще? Он вступил в группу, что еще происходит? Какие еще действия оплачиваются? Еще можно делать репост. Репост чего? Что я вступил в группу? Нет, репост какого-либо оффера. То есть, допустим, там вот сегодня в четверг у какого-нибудь там кафе какой-то там определенный оффер, да, то есть там, ну, не знаю, какое-нибудь выгодное предложение, скидки на что-то. И, то есть, вот, допустим, этот клиент, он просто делает репост, рассказывает друзьям о том, что вот у этого кафе такой вот оффер, да, вот, и, собственно, это кафе выгодный же, правильно? Подожди, а репост где? Это моя группа, которая и так существует, в ней там 20 тысяч подписчиков, теперь я добавил через твой модуль еще туда, и я теперь за то, что в своей группе что-то запостил, плачу тебе деньги? Нет, репост на стене самого клиента. Окей, а он по умолчанию это дело как бы без спроса разрешает, или как это выглядит? Ну, в смысле, я такой ходил в бар, вступил в группу, а тут, значит, моя жена увидела, что я каждую пятницу в этот бар хожу. Мне тут репостнуло. Нет, ну, понимаете, тут дело в том, что как бы кто-то будет делать репосты, кто-то не будет в любом случае. Вот, и то есть тут задача уже самого заведения стимулировать к тому, чтобы репосты делать. Смотри, на самом деле это будет твоя задача, вот ту, которую Дима Потапенко сказал, доказать, как 5 рублей, которые заплатил тебе малый бизнес за вот этого клиента, превращаются у него хотя бы там в 50 рублей выручки. А хорошо бы не в 50, а в 500. Если ты это не сможешь доказать, что вот эти 5 рублей, заплаченные в тебя, превратились в 500 рублей выручки, то, собственно говоря, через месяц просто тебе перестают платить и все. Ну, я понял, да. То есть бесплатно просто мы поставим кому-то и посмотрим, что будет. Ну, окей. А я правильно понимаю, что еще нет ни одного пилота, который бы хоть какие-то гипотезы подтверждал? Ну, у нас есть сам модуль, то есть он как бы сделан и работает. А что мешает проверить эти гипотезы? Мне кажется, сейчас вы просто тратите наше время, потому что речь идет не о том, что даже у вас нет подтвержденных метрик, а вы, в общем-то, даже уровень идеи не проработали и говорите, ну, допустим, этот модуль будет стоять возле кассы. Ну, наверное, он там сделает перепост. Ну, да, согласен, наверное, не все будут делать перепост. Мне кажется, все эти моменты, учитывая, сколько там конкурентов зарубежных, можно просто наизусть знать. Постараюсь сказать что-то хорошее. В проекте есть парадоксальная идея. То есть действительно, почти все сейчас понимают, что объем твоей группы, ну, ВКонтакте, это хорошо. Чем она больше, тем лучше. Неважно, кафе это, химчистка. Вот все пытаются разными способами, подарками, приложениями и так далее, эту группу наращивать. Это определенный рынок. Делать это в офлайне, наверное, мы сейчас все проговорили. Дмитрий, мне очень понравился подход через сценарий, как сценарий пользовательский, сценарий клиентский. И пока как-то вот не очень верится. Но рынок присутствует. Действительно, формирование группы стоит несколько рублей, там до пяти. Маленький сегмент этого рынка офлайн, вот, наверное, это главная проблема этого проекта. В этом есть парадокс. Это, с одной стороны, здорово, но как из этого делать бизнес, мы пока не поняли. Спасибо. Спасибо. Ну, я могу сказать следующее, что, судя по тому, что нас смотрят сейчас в это время по 200 человек в минуту прибавляется, у нас 52 тысячи смотрят человек в онлайне сейчас, на секундочку. Я почему сижу сейчас в телефоне, я просто обновляю страницу, у меня глаза расширяются. Да, 200 раз в минуту. Да, 200 раз в минуту. Сколько их там? Я могу сказать так, что за вот такими фичами, приблудным в будущее, главное, оттачивайте свою механику, оттачивайте технологию и кому-нибудь что-нибудь запарите. А самое главное, как бы, ищите единомышленников. Потому что, как я всегда говорю, что самое главное здесь, вы только что услышали. То есть вы услышали как минимум 4, даже 5 мнений, собственно говоря. Да, все разные, собственно говоря, и определенно, как бы, уважаемых экспертов, которые есть. Вам большое спасибо. я прошу вывести нам Диму Потапенко. С вами мы прощаемся, собственно говоря. Да. Дим, а ты так интересно, у нас выглядишь прикольно, слушай. Я надеюсь. Ты у нас меняешься, да? Ты у нас трансформируешься, как-то интересно так. Да, я такой. Да, ты такой. Слушай, ну, мы тебе могу сказать прямо, что мы тебе завидуем, конечно, там бронзовой завистью, потому что ты такой весь забронзовело-обгорелый, там сидишь, собственно говоря. Мы тут такие. Да. У тебя там all-inclusive. Не, ну Геленджик, что ты хочешь? Welcome, парни, welcome. Курорты ждут, welcome. Давайте. Да, и причем такое ощущение, что как будто сейчас, знаешь, такой день у тебя, там солнце светит, то и сзади софит такой бьет. На самом деле вижу, что там у тебя глубокая ночь. Дим, ну благодаря тебе у нас сейчас стало прибавляться по 200 человек в минуту в онлайн. Я решил, что мы должны начать новую рубрику, которая называется «Курилка». Что в этой рубрике, как бы «Курилка» мы должны сделать? По-моему, мы должны обсудить 5 увиденных стартапов, ну и, наверное, вынести какое-то такое судебное мнение в формате «Казнить стартап нельзя помиловать». Вот где будем ставить запятые в каждом стартапе, тебе слово. Ну, смотри, значит, у нас были очень разношерстные стартапы, и сразу могу сказать, что ребята, которые из Dysos хорошо подготовлены, одни из лучших, потому что просто они очень сильно в теме. Очень приятно, что наконец-то начал появляться реальный бизнес, который не очкует от слова «стартапы». Я это очень всем рекомендую на будущее, потому что, ну, «стартап-шоу» — это всего лишь название. На самом деле, это такая инвест-биржа, где встречаются под оком там экспертов, соответственно, реальный бизнес с реальными деньгами. И, ну, все остальные были неплохие, но два так называемых стартапа — это просто попытка найма на работу без проверки, даже какой-то гипотезы. три из пяти были достаточно там, что с булочками, в общем-то, достаточно живые ребятишки, и просто другое дело, что, может, они не на той платформе оказались. Мне кажется, что сегодня из всех выпусков стартаперы оказались наиболее подготовлены. Ну, я тебе могу сказать, что «Дело рук» — это одной из замечательной девушки. Сейчас мы пригласим ее в онлайн. Дарья, идите к нам, пожалуйста. Даш, идите к нам. Да, вы к нам, идите, пожалуйста. Я хочу, чтобы все 52 тысячи человек увидели, кто пригласил этих людей. Идите к нам сюда, Даш. Присаживайся. Вот эта замечательная девушка. Она, на самом деле, самый главный босс, потому что я-то маркетолог, собственно говоря, в нашей, а это скромный эксперт-инвестор-авентюрист с большой буквы «А», как Альфа-банк, собственно говоря. А вот эта скромная девушка, она их отбирает, она их мучает, она их обучает и даже она их дрессирует. Дашенька, тебе слово. Ну, неожиданно пригласили меня на четвертый выпуск посидеть здесь на диванчике. Очень мягко. На четвертый выпуск. Очень мягко, да, и удобно. Мне очень приятно слушать отзывы Дмитрия. Дмитрий первый раз озвучил, что у нас, наконец-таки, да, хорошие отобранные стартапы. У меня такое подозрение. Просто у Дмитрия просто удачный отпуск. Мы тебя ждем, Дмитрий. Мы ждем вас на пятый выпуск. Или, наверное, на шестой, да, Дмитрий? На пятый. На пятый вы уже будете здесь, в студии, да, Дмитрий? Не, 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 ребята. У вас еще есть следующий, как говорится, вариант. Еще пятый выпуск будет. Я на отпуске, а вот шестой я уже приеду с другой совсем. Нет, ну в этот раз действительно хорошо отобрали. Реально хорошо отобрали. И это не зависело от отпуска. Я уж не говорю, как, повторюсь, ребята из Высос хорошо. Это просто, ну, достаточно профессионально были подготовлены. Поэтому я думаю, что и стартапы должны, и вообще просто реальный бизнес должен все чаще и чаще появляться у нас на площадках. Не проверка каких-то там гипотез, а именно реальные, которые уже действуют. Потому что самое большое количество претензий, которые я слышу от реального бизнеса, и мне вот говорят, вот мы там работаем там 2-3-5 лет, мы не можем взять кредит, а тут какой-то там, извините за выражение, сопляк там, хочет получить там 3-5-10 миллионов на ровном месте. Поэтому не очкуйте, вот присылайте свои бизнес-проекты Даш, а мы их будем, соответственно, стараться оценить по заслугам. Как это? А так, Даша, молодец. Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Мы вас ждем на 6 выпуск, ну и там мы всех порвем. Спасибо. Спасибо тебе, Даша, большое. Присоединяйся к нашему, да, к нашему видео. Инженеру-оператору, потому что вот это самая замечательная девушка, которая вам еще отвечает что-то там в чатах, когда вы пишете всякие пакости. Они же как думают, что у себя какие-то задроты, да, там, и что-то такие гикиные, такие, и что-то пишут. Если бы они видели такую красавицу, они бы писали ей, вау, слушай, смайлики, там, да, такие сердечки. Да, Дим, тебе. Такой экспромт, для меня приятно, но неожиданно я так взбодрился. Ну, интересно, действительно, наверное, я с Дмитрием соглашусь, наверное, самый такой технологичный, отрестливой стартап, но я про себя их продолжаю называть контент-биржи, хотя они, ну, про другое пока. Реальный сектор, конечно же, радует, очень интересно, здорово. Спасибо. Ну, я, наверное, тоже поддержу Дмитрия, что сегодня у нас как бы подросли компании, и несмотря на то, что вот никто из нас не скрикнул со словами «срочно дайте я проинвестирую», при этом у нас, правда, и компании с выручкой, и уже есть про что поговорить. Давайте еще, может быть, как раз начнем вскрикивать и говорить, ой-ой-ой, скажите счет, и мы просто двинемся дальше. А у меня пожелание Даши, чтобы, несмотря на то, что мы здесь иногда ворчим, сильно гайки не зажимать, вот, и пропускать сюда проекты, потому что иногда в, там, не совсем показательных таких проектов, образцовых, можно найти прям такие же мчужины, поэтому пусть мы будем ворчать, там, что метрики не те или недостаточно, но все-таки иногда находить прям такие же мчужины, поэтому сильно гайки не зажимай, хотим видеть все. Друзья, ну, я в заключение скажу, что мне, на самом деле, больше всех понравилось из пяти виденных статапов, это, разумеется, проект про пекарню, ну, потому что она просто красивая презентация, и мужик, собственно, гоняет на Порше, входит в Порш-клуб, ну, нормальный мужик, прям как из 90-х, такие, как мы, это раз. Второе, мне, разумеется, понравился чел, который вот эта музыкальная биржа, которую я ничего не понял, но настолько эта перца как бы находится в... Да, еще и не биржа вообще, да, уже придумали за них. Ну, в общем, понравилось с тем, что они полностью находятся в материале. Я очень рад тому, что несколько статапов как бы, ну, услышали критику в свой адрес, но не критику людей с улицы, что там фигню делаешь, а именно людей как бы экспертов, и у них есть уникальная возможность эту критику воспринять как корректировку для своего бизнеса, чтобы она ему отозвалась, а не аукнулась. Вот это очень тонкий такой момент. На этом, дорогие друзья, ну что, если все все сказали, то мы с вами прощаемся до следующего четверга. В следующий четверг Дмитрий Потапенко также будет с нами в режиме онлайн. Среди экспертов я не знаю, кто еще будет, но буду приглашать всех, и, возможно, эта же банда здесь соберется, может, нас уже будет больше. Поэтому будем вам благодарны за ваши репосты, за ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на наши группы в Facebook и ВКонтакте, пишите сообщения, обязательно присылайте ваши стартапы, заходите на startupshow.pro. Мы очень рады, сами видите, как переживаем за то, чтобы стартапы были реально интересны. Вот, все, до скорой встречи. Добавляйте к нам в наш чат-бот, и прибудет с вами великая сила, товарищи. Все, всем пока. Мы все разные. Разный стиль жизни. Разные предпочтения. И разные цели. Но способ достижения цели – один. Финам – национальный лидер инвестиционных услуг. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала и опытом инвестирования. С Финам вам доступны все инструменты. Для того, чтобы ваши цели стали реальностью. Финам – ваш индивидуальный способ достижения цели. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok